Здоровье вашего сердца в ваших руках. Врачи констатируют, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний продолжает расти. Смертность у нас в последние годы от сердечно-сосудистых заболеваний, в общем-то, снижалась плавно. Но в прошлом году она у нас выросла на 6%. Среди факторов, которые напрямую влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, медики называют лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение. Причем новомодные вейпы оказывают не меньше вреда, чем обычные сигареты. Самый большой вклад, конечно, носит именно курение в смертность, даже не только сердечно-сосудистую. Почему? Потому что это уникальный фактор риска. Он повышает риск практически всех видов смертности. И сердечно-сосудистой, и онкологической, и метаболических синдромов. В первую очередь в зоне риска мужчины старше 40. Как правило, они реже посещают врачей, не следят за давлением и уровнем холестерина. Важно, что на начальном этапе заболевание никак себя не проявляет. Вовремя найти проблему можно только при регулярной диагностике, не реже одного раза в полгода. В Самаре жители могут бесплатно проходить обследование и выявлять риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого нужно обращаться в Центры медицинской профилактики. Также ежегодно могут пройти бесплатную диспансеризацию люди, достигшие 40 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Коррекция артериального давления, коррекция холестерина – это 300 рублей в месяц и один раз в день таблетки. Ну, в легких случаях. Это сейчас не очень сложно. И можно совершенно… А курение надо бросить. Вот и получается, что из этих четырех факторов можно три относительно дешево и эффективно отконтролировать или модифицировать, как мы говорим. И тем самым резко понизить сердечно-сосудистый риск. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России – один из приоритетов национального проекта здравоохранения. Смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений к 2024 году должна снизиться почти на четверть. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События.